МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Салия, ведь не случайно говорят, что среда – это маленькая пятница. Я полностью согласна, потому что это уже то время, когда ты понимаешь, что до выходных остается совсем немного. Всего лишь два дня. И чтобы вас немножко порадовать в преддверии этих двух последних дней недели, я думаю, что ты должна рассказать какие-то интересные и добрые новости. Да, обязательно. Мы уже подготовили небольшой выпуск новостей и готовы о нем рассказать информационную составляющую. Конечно же, обеспечим, чтобы вы были в курсе всех важных событий, происходящих на полуострове. Итак, крымские села снова в изоляции. Общественный транспорт там видят крайне редко. В некоторых населенных пунктах автобусы вообще не появляются. Перевозчики не хотят обслуживать небольшие поселения. В итоге до ближайшего города добраться могут далеко не все. Наш корреспондент Дмитрий Попов разобрался в проблеме и попытался найти ее решение. Наталья Никоненко – социальный работник. Живет в селе Приречное Нижнегорского района. Несколько раз в месяц ездит по делам в Симферополь. Заказывать машину дорого. Другого варианта нет. Общественный транспорт ходит нестабильно по вольному графику. Людей на этой остановке можно увидеть лишь рано утром. Единственная маршрутка приезжает сюда в 6.45. Едет она в Симферополь и не возвращается. Люди выходят на трассе и идут пешком 6 километров до села. Чтобы не зависеть от общественного транспорта, Виктор Немков купил мопед. Зимой ездить холодно и небезопасно. Из-за гололедицы. Я раз упал по изморозе, второй раз упал, третий раз чуть-то в речку не залетел, трава меня стянула. Поэтому сейчас ездить не рискует. И, как многие, идет до трассы более часа. Если нужда заставляет, иду. А так нет, уже меня ноги не держат. Подобной ситуацией и в селе Серноводское. Оно находится в 10 километрах от Жанкоя. Валентине, у которой пятеро детей, добираться до школы и садика – проблема. Было два месяца вообще не ездили автобусом. Ходили пешком, то на такси, то как. Только платится на услуги 400 рублей. А вот из Перепелкина даже на такси не доберешься до Жанкоя. Не говоря уже об автобусах. На перевозчика селяне не в обиде. Винят дороги, а точнее их отсутствие. Эмине Ибрагимова – мать двоих детей. В родном селе работы нет. В Жанкоя есть работа. Если устраиваться на работу, начинаешь думать дорогу. Все, у тебя это стоп. Ты уже сидишь дома. Несколько недель назад эту траву жизни засыпали щебнем. Местные говорят, стало лучше. Машины и автобусы теперь не слетают в кювет. Школьный автобус, например, был случай, что два раза чуть ли не выходил, не улетал с дороги. Так же самое и рейс. Я был свидетелем. Мы ехали из города. Нас два раза выкинуло в обочину. Из-за местных дорог на автобазе даже появилось автобусное кладбище. Эти пазы были закуплены в 2015 году. Проехали тысячи километров. А вот испытания дорогами Жанкойского района не выдержали. Из-за того, что техника ухудшается, 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 приобретать новую у нас вообще нет никакой возможности. В последний раз мы три автобуса купили малой вместимости в 2015 году. И больше у нас сейчас очень сложное положение. Мы все в кредитах. А это уже Симферопольский район. Село Трудовое. Тут меньше ям, но не проблем. Завуч местной школы Зимины Сулейманова с коллегами возвращается с работы домой. Маршрутку порой приходится ждать больше часа. Очень сложно стало добираться. И мы уже задумываемся о новом месте работы. Утром ситуация еще хуже. Желающих уехать много, мест нет. Бывает столько людей, что дверь автобуса просто не закрывается. Водители заявляют, графика придерживается. Всегда вовремя подаем транспорт. Пассажиры с этим не согласны. Расписание поменяли. Мы по полтора часа на Бородино стоим, ждем автобус. В Министерстве транспорта о проблеме знают. Контроль усилен. Будет проверяться расписание движения автобусов, информационное обеспечение салонов автобусов. А также разрешенные документы, на основании которых автомобильный перевозчик осуществляет перевозку. За последние два года расторгли более 50 договоров с недобросовестными перевозчиками. Замену нашли. Сейчас в Крыму транспортное сообщение не налажено в 10 селах. Эту проблему в профильном министерстве обещают решить в течение года. Дмитрий Попов, Евгений Довжик, Андрей Трещук, Дмитрий Лалетин. Новости 24. У севастопольцев появилась новая зона для отдыха. На мессе Фиолент открылся парк. В то же время в Парке Победы строительные работы продолжаются, а реконструкция Матросского бульвара и вовсе приостановлена. Почему стройка заморожена? За что борются власти? И где отдыхают гости и жители города? В нашем сюжете. Матросский бульвар, построенный в 30-е годы 19 века, был одним из любимых мест у севастопольцев. Геннадий Осипенко вспоминает, как в молодости смотрел здесь кино под открытым небом, играл в волейбол, а в последнее время в шахматы. В 2018 году благотворительный фонд «35-я береговая батарея» начал реставрацию за свой счет. Как заявили в правительстве Севастополя, подрядчик допустил ряд нарушений. Поэтому контракт расторгнут, стройка приостановлена. Сейчас идут судебные разбирательства. Какие-то трения между правительством и законодательным собранием. Если это упустят, это неправильно. Там много отдыхал молодежи и ветеранов. Благотворительный фонд, как заявили в правительстве Севастополя, начал возводить на Матросском бульваре объекты, которые не были изначально согласованы. Предварительные заседания суда уже дважды переносили. Стороны затребовали дополнительные документы. Следующие 19 февраля. Тем временем на объекте «Парк Победы» дважды сменили подрядчика. Работы продолжает компания «Ривьер». Задействовано 50 единиц техники, 180 рабочих. Завершены строительно-монтажные работы по фонтанам, системе канализования и водоснабжения. Проект солей из 15 фонтанов, по словам уже третьего подрядчика, благоустроен на 30%. Сейчас устанавливают фонарные столбы, детские площадки, меняют тротуарную плитку. Рабочие исправляют ошибки предшественников. Обеспечены все необходимые процедуры, субподрядчики заключены контракты. Я напомню, возвращен аванс, гарантийный, то есть у нас есть полный объем источник средств на финансирование. Объект сложный, стоит больше миллиарда рублей. Главную аллею «Парка Победы» планируют завершить к 9 мая, сдача всего объекта в июне. Приятной новостью для севастопольцев стало открытие нового места отдыха в монастыря Святого Георгия на мысе «Фиолет». Здесь оборудованы смотровые площадки, павильон. Общая площадь – 3,5 гектара. Несколько лет назад я ходила, тут вообще был один пустырь, вообще ничего не было. Одна могилка, вот это, по-моему, была и все. А сейчас очень здорово. Нравится, что подумали о том, что люди с ограниченными возможностями, с колясками сюда приедут, будут не испытывать никаких сложностей. Парк открыт и в ночное время. Работы по благоустройству продолжат до 1 апреля. Высадят деревья и заасфальтируют дорогу, ведущую от Фиолетовского шоссе. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. Это вся информация выпуска, но мы точку не ставим, потому что у нас впереди еще очень много интересных сюжетов, о которых мы расскажем на протяжении этих двух часов. Я очень рад за севастопольцев, потому что парк на мысе Фиолет действительно прекрасен. И это не только мое мнение, но мнение очень многих архитекторов, которые, в общем-то, положительно оценили работы. Очень много интересных... Я, к сожалению, там не была еще ни разу. Я тоже не был, но я очень хочу побывать, прям даже очень. Я слышала, что очень хорошие отзывы, что там действительно провели такую масштабную реконструкцию, и парк преобразился сильно. Действительно, ну там, собственно, его и не было до этого. Был пустырь, как говорили в сюжете. Поставили современная архитектура, современные материалы, очень качественный гранит, инкерманский известняк. В общем, севастопольцам остается позавидовать. Но это еще один повод, чтобы куда-то отправиться на выходных, которые уже, как мы сказали, приближаются, и провести свой досуг, я думаю, в этом месте было бы очень даже замечательно. Ну, я предлагаю прямо сейчас подключиться к нашим коллегам из радиейной студии. Здравствуйте, коллеги! Всех своих детей и уделять внимание, понимать, чем они нравятся. Мы на связи уже Екатерина Серегина и Алексей Щербак. Владимир Анатольевич, я прошу прощения, нас тут прерывают наши коллеги из телестудии. Нет, мы вас не прерываем. Мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте. Поздороваться с вами. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Как проходит эфир? Ну, он только начался, но пока что, мне кажется, что все благополучно. А у вас как? У нас, да, очень живо, очень интересно. Но у нас тема такая острая сегодня. И что же вы обсуждаете? Мы обсуждаем тему, которая уже прошла у нас в телеэфире в новостях. Опасные подростковые развлечения с криминальным оттенком. Да, в частности, такое, да. Неужели у нас эта проблема актуальна, Алексей? Я думаю, что эта проблема будет актуальна всегда. Слава богу, она не получила распространения, как ожидалось на старте февраля. Но нельзя исключать, что это не вернется. Об этом мы и сами подростки мне говорили в интервью, когда я снимал этот материал. Очень многие говорили, что, ну, есть риск, что опять эта проблема возникнет. Такое уже бывало, но сейчас у нас в этом плане затишье, слава богу. Слава богу. Те, кто этим страдал, ну, может, повзрослели, может, поумнели. Будем надеяться, что это нас не коснется. Ну, кого особенно волнует эта тема, конечно же, включайте Радио Крым. Там в деталях ее обсудят. Вот что касается сейчас вот этого флешмоба, когда детей издевают. И не только этого. Мы поговорим вообще об опасных увлечениях подростков, которые опасны и для них самих, и для окружающих. А самых разных. Их достаточно много. Например, что еще? Ну, я думаю, все помнят распространение такой опасной для жизни детей игры «Беги или умри». Слава богу, не играл никогда. Никто не даст гарантии, что новая волна интереса к ней не проснется. Ну, будем надеяться, что Крым минет сия чаши. О молодежных экстремальных увлечениях я уже молчу. Там вроде паркура по крышам домов. Ну, давайте не будем запугивать наших зрителей с утра пораньше. На самом деле не так все страшно, как кажется. Крым пока что, к счастью, обходит эти проблемы, флешмобы. Ну, мы будем надеяться, что все-таки органы наши специальные не допустят, чтобы у нас такое происходило на территории республики. Да, полиция реагирует оперативно на такие сигналы. Я думаю, что все будет нормально. Дай бог, так и будет. Мы желаем вам хорошего утра, продуктивного дня. Большое спасибо за интересный рассказ. Спасибо. Взаимно, ребята, хорошего эфира. Спасибо. Ну, а мы продолжаем нашу. И мы продолжаем. Мы тоже продолжаем. Но вот эта тема, кстати, двое разъясним по поводу шмота. Мы показывали уже сюжет. Это когда... Буквально вчера. Да, это такой флешмоб, когда одни дети начинают с других детей срывать одежду, либо слишком дорогую брендовую, либо, наоборот, дешевую. Которые, да, вот считают, что это подделка, и мне нравится. Я немного не понимаю этого направления. Его, я думаю, что никто не понимает. Но самое главное, одежда нужна для того, чтобы защищаться от нашей атмосферы, которая бывает то холодная, то жаркая. Я предлагаю прямо сейчас поговорить о погоде. Погода. 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 Все профессии нужны, все профессии важны. А я вспомнил другое... Да, я, конечно, согласен. Я вспомнил другое стихотворение. У каждого дела запах особый. В булочной пахнет тестом издобой. Мимо столярной идешь в мастерской. Стружкой пахнет и свежей доской. Я прямо почувствовала этот запах хлеба. Хлеба или досок? И хлеба. Почему так хлеба? И хлеба, и досок. Да, да, да. Так тоже бывает. Действительно, мы сейчас процитировали известные фразы, отрывки стихов. А все потому, что следующий сюжет у нас про профессии. Давайте прямо сейчас к нему и перейдем. В советское время многие дети хотели стать космонавтами. Почетно, романтично и родители гордились бы. В детстве нас часто спрашивали, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Одни четко знали ответ. У других он с каждым разом менялся. Но особенно актуальным этот вопрос становится во время учебы в старших классах. Стараешься угадать, а будет ли эта профессия востребованной и высокооплачиваемой. Юристы, экономисты, менеджеры – самые востребованные профессии двухтысячных. Многие тогда считали, что выпускникам этих специальностей легче будет трудоустроиться и заработать больше денег. А когда спрос оказался гораздо ниже предложения, кому-то пришлось осваивать рабочие специальности, тогда как другие пошли в сферу услуг. Может, поэтому современные школьники выбирают совсем другие профессии. Наверное, программистом. У меня много талантов. Пою хорошо, в театре тоже мне хорошо. Ну, иногда хотела стать учителем. Когда-то хотела стать милиционером, но больше всего я хочу стать врачом. Полицейским. С будущей профессией определилась и Маша Неумытая. Чтобы не терять силы, время и деньги, к выбору подошла серьезно. Долго думала, что лучше – стать медиком или пойти в правоохранительные органы. В итоге ни то, ни другое. Я очень хочу в Москву поступить на специальность перевода-переводоведения на китайский язык, потому что я уже третий год учу китайский, мне очень интересна эта специальность. Я считаю, что она перспективная достаточно в современном мире. А вот специалисты называют перспективной сферу IT-технологий. Не меньше программистов, работодателям нужны инженеры и агрономы. Есть спрос на врачей и бухгалтеров, а еще на квалифицированных рабочих – сварщиков, токарей, электромонтажников. Но крымские абитуриенты пока выбирают в основном медицину, экономику и иностранные языки. Очень часто на этот выбор влияет мнение родителей. Самый большой конкурс в крымских вузах на стоматологию, спрюденцию, экономику. Больше 20 человек на место. По количеству заявлений абсолютный лидер среди факультетов – лечебное дело. Ежегодно сюда пытаются поступить более тысячи абитуриентов. На втором месте – иностранная филология. Есть спрос в республике и на физическую культуру. Там, где конкурс меньше, там проще. Но я вот не сторонник того, чтобы абитуриенты выбирали направление, где проще. Понимаете, учиться нужно там, где интересно. Вот если они хотят тоже учиться на этом направлении подготовки, вот тогда они все силы, действительно сами, они дети, приложат, чтобы поступить туда. А теперь посмотрим на реальные цифры. По данным Росстата, больше всех зарабатывают сотрудники финансовой сферы – 54 тысячи рублей. В сфере промышленности зарплата составляет чуть больше 31 тысячи. На отрасль сельского, лесного и рыбного хозяйства приходится 20,5 тысяч рублей. На государственную и военную службу – около 38. Сложнее всего устроиться по специальности менеджерам и документоведам. Ксения Шарапановская, Сергей Козырь, Утро нового дня. А теперь переходим к праздникам. Сегодня отмечают День мыслей, День ступенек и лестниц, День замороженного йогурта и еще День палочек для еды. Интересно, как праздновать День замороженного йогурта? Наверное, надо его съесть. Но правда, мне кажется, это будет не очень вкусно. Не знаю, но это такое своеобразное мороженое, наверное. Ну а чем славен еще этот день, в ретроспективе мы узнаем из хронографа прямо сейчас. В этот день, 133 года назад, немецкий химик Леменс Винклер при анализе минерала аргидроита открыл Германию. Интересно, что существование элемента за 15 лет до открытия было предсказано Дмитрием Менделеевым, который назвал его экс-силицией. Сегодня этот металлоид — один из самых важных составляющих технического прогресса. Обладая уникальными полупроводниковыми свойствами, он используется в радиоприемниках и телевизорах, а также измерительной аппаратуре. 6 февраля 1990 года русский ученый Александр Степанович Попов впервые в мире передал по радио сигнал «Бедствие в море». Радиосообщение об оторвавшейся от берега льдине с 50 рыбаками транслировалось из Петербурга командиру ледокола Ермак, стоящему в Финском заливе. 6 февраля 1898 года родилась Алла Константиновна Тарасова, советская актриса театра и кино, педагог, народная актриса СССР, лауреат пяти сталинских премий. Слава пришла к Тарасовой в 18 лет после роли в спектакле по пьесе Зинаиды Гиппиус «Зеленый круг». Особенной любовью публики и критиков отмечены роли Тарасовой в спектаклях по пьесам Чехова. 6 февраля 1932 года родился Франсуа Трюфо, французский кинорежиссер, критик, сценарист и киноактер, основоположник французской новой волны кинематографистов. Его путь в кино начался с организации Клуба кинолюбителей. В 1954 году Трюфо снимает свой первый короткометражный фильм. Однако наибольшую популярность снискали картины «Зеленая комната», «Последнее метро», 451 градус по Фаренгейту. 6 февраля православные христиане чествуют память блаженной Ксении Петербургской. Праведница родилась в первой половине 18-го столетия и 45 лет несла подвиг добровольного безумия. Признана одной из наиболее почитаемых православных святых нового времени. Салия, скажи, знаешь ли ты, что такое октановое число? Я понятия не имею, но давай попробую угадать. Может, это что-то из химии, например, углеводородов? Абсолютно верно. Подробнее я расскажу прямо сейчас, параллельно рассказывая про цены на бензин. Октановое число – это специальные присадки, которые добавляются в раствор углеводородов, которые позволяют бензину, скажем так, сжиматься до определенной степени и не возгораться. Чем больше октановое число, тем больше давление выдерживает бензин, не воспламеняясь. Итак, цены на топливо. Газ сегодня равняется 28 рублям 19 копейкам за 1 литр. Дизельное топливо – 51 рубль и 27 копеек. 92-й бензин – самый, так сказать, слабо сжимаемый. 47 рублей и 17 копеек. 95-й – 50 рублей и 21 копейка. И 98-й бензин – 56 рублей и 59 копеек. Это самый сложный с точки зрения химии бензин, потому что он выдерживает максимальное сжатие, не воспламеняясь. Давайте перейдем к валютам, потому что цены на топливо всегда очень прочно привязаны к ним. Итак, доллар на сегодня равняется 65 рублям 56 копейкам и евро 74 рублям и 91 копейки. И обе эти валюты понизились за последние сутки. Не на много, но понизились буквально на 10 копеек. Но это тоже повод. В последние несколько дней можно порадоваться, потому что стабильно идет укрепление рубля. И, ну, мне кажется, это здорово. Это хорошая новость. Но вот ты мне задал такой сложный вопрос, а я тебя спрошу попроще. Ты когда-нибудь был в музее под открытым небом? А Херсонес считается таврический? Да, считается, конечно. Вот значит был тогда. Ну и не только в Крыму, я еще и в других местах бывал. Но на самом деле я к чему это все? Что в Крыму у нас построят музей под открытым небом, его проекты разрабатывают и должны разработку проекта завершить к 2020 году. Музей расположится в Керчи на месте нахождения античной усадьбы. Это будет, конечно, современное здание с буфетом, с сувенирными лавками. Но все-таки говорят о том, что это будет такой абсолютно новый для Крыма формат. Это первый музей под открытым небом. Вообще здорово получается, что вдоль трассы Таврида столько всего увлекательного, аттрактивного будет. С одной стороны мы знаем о пещере Таврида, которая тут недавно анонсировали, что чуть ли не 10 километров по протяженности может оказаться. С другой стороны усадьба. В общем, по пути из Керчи в Севастополь будет чем заняться. Ну, я бы еще хотела добавить немного, что у нас есть кинотеатры под открытым небом. Там мы были. Они, правда, сейчас не работают. Ну, как вы понимаете, зима, погода несоответствующая. Зато есть другие кинотеатры и театры, куда можно сходить. Они открыты всегда. Да, и для того, чтобы знать, что же там идет, мы специально подготовили небольшой сюжет под названием «Афиша», где подробно рассказываем о крымских подмостках. Прямо сейчас. На сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького сегодня спектакль «Вечная любовь» или «Ночлег дикобразов». Пьеса перенесет зрителя в далекий 1975-й. Это год знакомства москвички Веры и одессита Кости. Встретятся наши герои в Ялте, после чего закрутится история любви длиною в жизнь. Пару разделяют сначала города, а потом и страны. Однако они все равно рядом, хоть и не вместе. Начало спектакля в 19.00. Государственный академический музыкальный театр Республики Крым представит зрителю оперетту «Сильва» Имре Кальмана. Действия разворачиваются вокруг красавицы-певицы Сильвы Вореску. Высшее общество считает, что она не пара, а наследнику княжеского рода. Ведь ему предназначена богатая невеста, а помолвка с Сильвой лишь жалкая шутка. Но лавстори аристократа и артистки, рассказанная страстным музыкальным языком, просто не имеет права на несчастливый финал. Начало в 18.30. В кинотеатрах сегодня вы можете посмотреть фильм «Как я стал русским». Это комедия о китайском парне Пене, который приехал в Россию вслед за покорившей его сердце девушкой Ирой. Пен готов ко всем испытаниям, но он даже не подозревает, что понравиться папе своей невесты задача не из легких. Однако отцу и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете. Киносеансы вы можете выбрать сами. Детям придется по душе мультфильм «Ковер-самолет». Добрая датская экранизация рассказывает о мечтательном мальчике, который хочет увидеть мир. Но его цели разнятся с планами родителей, они его видят только портным. Ребенок мечтает о путешествиях, и однажды его желание исполняется. «Чудо-ковер-самолет» отправит главного героя в большой город, где ему предстоит спасти маленькую девочку. Киносеансы пройдут в утренние часы. Саша, вот мы вчера с тобой работали и даже не знали о том, что по Симферополю гуляли слоны. Даже не слоны, а слонихи, Индра и Бейба. Какие удивительные имена. Да. И даже их кормили в центре Симферополя на площади Ленина в 16.30. Пропустили мы с тобой, конечно, много интересов. Нет, мы ничего не пропустили, потому что я знаю, что наши корреспонденты были там и все подробно рассказали. Ну а мне вспомнился кусочек стиха басни Крылова. «По улице слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас». Ранго. Ранго, Ранго, Копфу. И Бранго. Она зовут Индра. Она 42 лет. А она Бейби зовут. Она 38 лет. И он вообще индийский славик. Несмотря на молодой возраст, эти две габаритные красавицы – игривые и любознательные. Мало что может их испугать. И в любом случае это точно не зрители или любопытные журналисты. Публика артисткам всегда в радость. И даже на своей спине прокатить зевак они не против. Не упускаем такой шанс и мы. Мы сейчас поднимаемся на невероятную высоту, казалось бы. Ничего себе! Вот эта мощь, честно говоря, очень страшна. Она немного шершавая, у нее волоски небольшие. Боже мой, как все-таки высоко здесь. Ощущения невероятны. Даже коленки подкашиваются первое время после того, как вновь оказываешься на земле. Вообще, Индра и Бэйби – две противоположности. У каждой свой характер. К ним, как и к людям, нужен индивидуальный подход. А какой резонанс две индийские красавицы вызвали у случайных прохожих? Больше всего радовались дети. Правда, кормить слонов можно было только дрессировщику. Но зато фотографии с экзотическими животными можно было делать сколько угодно. Всю жизнь мечтал их увидеть просто. Какие могут быть ощущения, когда человек появляется в цирке или около цирка, в ребенка превращается? Это невероятное животное. Правда, за ними наблюдать вот так близко – это что-то невероятное. Очень здорово, что такой праздник вот так вот посреди города в рабочий день. Казалось, что гигантские артистки остановили привычный бег времени на улицах Симферополя и перенесли восторженных прохожих в атмосферу индийской сказки. Мы решили сделать такую промо-акцию, вывезти их на площадь перед зданием цирка. Алекс Гартнер их будет кормить вкусными батонами. И слоны ведь это животное редкое, и не все жители Симферополя и гости города когда-нибудь в жизни видели живых слонов. Зато теперь многие увидели, а даже больше гладили и восторгались. А слонихи, как ни в чем не бывало, дружно держались за хоботы, не спеша наслаждались угощением. Программа будет работать до 3 марта. Такая вот яркая, позитивная, очень добрая, которая еще и еще раз говорит о том, что искусство может творить чудеса. Чудесами можно будет насладиться уже непосредственно в цирке, на арене которого выступят не только бейба с индрой, но и верблюды, и другие экзотические животные. Ольга Литвиненко, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Салия, а как ты думаешь, слон такой большой, как сказала Ольга, волоски у него коротенькие. Много ли мусора от слона? Мне кажется, от слона поменьше мусора, чем от человека. Я тоже с тобой согласен. Я предлагаю поговорить с нашим гостем, который уже здесь, на тему мусора и вообще человеческого загрязнения окружающей среды, собственно, в городе. Доброе утро. Мы вас приветствуем в нашей студии. У нас в гостях Денис Александрович Попко, исполняющий обязанности директора эко-ресурсов. Здравствуйте. Здравствуйте. Денис Александрович, насколько мы знаем, мы уже, наверное, всем плеш проели на эту тему, Симферополь до недавнего времени просто утопал в мусоре. Как-то резко эта ситуация благоразрешилась? В Симферополе с 1 января начал работать региональный оператор, как и по всей территории Республики Крым, ГУПРК Крымэкоресурсы. С 1 января без всяких праздников, без выходных на линии выходят по 62, по 64 единицы техники, всех подрядчиков. В Симферополе в круглосуточном режиме мониторится вывоз контейнерных, делаются реестры контейнерных площадок, новые маршруты, оптимизируются маршруты в оперативном управлении. Но благодаря всему этому и получилось не допустить коллапса на новогодние праздники и не допускать коллапса в дальнейшем городе Симферополе, ну и, соответственно, по всей территории Крыма. Вы сказали, что 62 машины выходят. Я знаю, что как раз-таки раньше была проблема именно в них, в нехватке ресурсов и техники. Раньше была проблема в контроле над перевозчиками, которые ввозили твердые коммунальные отходы в Симферополе. То есть мы сейчас эту ситуацию мониторим и в оперативном режиме решаем, если необходима дополнительная техника, то у ГУПРК Крыма и ресурсы есть техника своя для того, чтобы помогать вывозить Симферополь и все регионы Крыма, соответственно. Вот вы сказали о региональном операторе. Я так понимаю, это какое-то нововведение, которое действует в Крыму, а в России, наверное, уже давно действует. Но для нас это что-то новое. Нет, реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами стартовала по всей территории Российской Федерации с 1 января 2019 года. То есть это нововведение на всей территории России. Ну давайте коротко, что оно собой представляет? Это единый региональный оператор, который объединил весь цикл сбора, транспортировки, захоронения, обработки твердых коммунальных отходов на определенной территории, где был объявлен конкурс с министерством ЖКХ в прошлом году, и ГУПРК Крымэкоресурс выиграл этот конкурс и получил статус регионального оператора по всем кластерам, кроме Ялты и Алушты, где есть второй региональный оператор, Альфатор. Скажите, пожалуйста, вы сказали слово «мониторит». Как происходит процесс мониторирования? Создан диспетчерский центр на базе ГУПРК Крымэкоресурсы, где вся техника, то есть 280 единиц техники по Крыму, оборудованные системой ГЛОНАСС. Все маршруты, все контейнерные площадки сейчас заводятся в эту систему для автоматического мониторинга. Забиралась контейнерная площадка, выходил автотранспорт, выходил на маршрут или нет. Какое количество они мусора вывезли на полигон. Также сейчас полигоны будут оснащаться не только весами для контроля фактического вылаза твердокоммунальных отходов, а еще и фискальными накопителями, для того, чтобы мы понимали действительно объем твердокоммунальных отходов по Крыму, по каждому региону, сколько мы вывезли, сколько захоронили на полигоне, обработали и так далее. У нас еще одна существует проблема – это стихийные свалки, которые появляются как грибы после дождя. Сейчас такая же ситуация? Сейчас как-то это решается? Региональный оператор как раз и создан для того, чтобы отследить весь путь образования твердокоммунальных отходов от населения, от юр, от физлиц до момента завоза их на полигон, который официально работает, у которого есть уведомление о лицензии, который согласно терсхеме работает в официальном порядке. То есть, чтобы мусор, который выбрасывается населением в контейнеры, не уезжал на такую же стихийную свалку, что было в прошлом и позапрошлом году, что это было выгодно перевозчикам, то есть не платить за полигоны, за захоронение на полигоне, а вывезти ее в лесополосу, выбросить в мусоровоз и опять же забирать тот же мусор. То есть такие прецеденты были. Но опять же, региональный оператор будет и в дальнейшем, те стихийные свалки, которые остались на данный момент, мы сейчас будем их ликвидировать, чтобы к концу года закрыть вопрос, чтобы мы не вспоминали, что такое вообще стихийные свалки в республике Крым. Денис Александрович, мы подготовились к вашему приходу, и наши корреспонденты сегодня, вчера, вышли на улицы Симферополя и спросили у симферопольцев, что же они думают о том, как работают службы по вывозу мусора. Давайте прямо сейчас обратимся к мнению симферопольцев. 50 на 50, так скажем, потому что спальные районы хотят, конечно, более чистоты. Или чаще надо будет вывозить мусор. Нет, недовольна. У нас сейчас лучше начали вывозить. Вот наблюдаю в своем дворе, как бы дополнительные мусорные баки ставят. Я довольна. Я живу в доме, там, напротив шестой горбольницы, на улице Железнодорожной. У нас два раза в сутки регулярно убирают. Вообще никаких претензий. Население само виновата, я так думаю, потому что где стоит, там и плюет. Это просто менталитет такой. Хотелось бы намного лучше, чтобы был Симферополь намного чище, особенно окраины города. Окраины города, глубинки там очень загрязнены, конечно. Петровская балка чуть-чуть, например, стала лучше. Некоторые, вот, например, как по мне район Ульянова, например, ну я там живу, особых изменений там нет. Старый город, вы меня понимаете. Я сам с Судака приехал. У нас даже чище в городе стало, в Симферополе. Тем более должно стать чище, потому что, как бы, столица Крыма. Таков он глаз народа. Скажите, пожалуйста, ведь, вот, к нам пишут письма, обращаются. Очень многие люди наслышаны о каких-то новых способах платежа, то есть какие-то платежки будут приходить. Могли бы вы рассказать нашим зрителям об этом? Ну, наверное, надо сначала отметить, что по поручению главы республики мы сохранили тариф на уровне 2018 года. То есть платеж для физических лиц не вырастет с человека. В ближайшее время все население республики Крым получит платежные документы совместно с ГУПРК Крымэнерго, в которых будет отдельной строкой указано за обращение с твердыми коммунальными отходами. Сумму, которую надо оплатить, они смогут оплатить эту квитанцию в банке, на почте, с помощью клиент-банка, интернет-банка. То есть всеми доступными и удобными способами. Вы сказали, что все получат. Все получат, да. И физические, юридические лица, но мы понимаем, что предприятия, они крупные, и, конечно, жать им больше мусора. Юридическим лицам необходимо заключить договор в бумажном виде, что не требуется для физических лиц. Для физических лиц действует договор публичной оферты, то есть в бумажном варианте договор для физического лица мы заключаем, то есть если только необходимо. Мы открыли 23 абонентских отдела по всему Крыму, физическое лицо обращается. При необходимости, опять же, это нет необходимости всем бежать, заключать договора на бумаге. А юридические лица обязаны заключить договор с нами, то есть они могут отправить заявку на договор и документы и в электронном виде, также прийти к нам в головной офис на Крымскую 4А или, опять же, в 23 абонентских отдела по Крыму, оставить заявку, заключить договор и уже действовать в рамках правового поля Российской Федерации. Потому что если юридические лица не заключат договор на обращение с твердыми коммунальными отходами, им грозят штрафы довольно-таки крупные. Штрафы зависят от того, что это индивидуальный предприниматель, юрлицо. То есть сейчас рассматривается вопрос об увеличении штрафов до 50 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, а существуют какие-то льготы для населения и как их можно получить? Так как с 2019 года услуга стала коммунальной, все льготы, которые распространяются на коммунальные услуги, также распространяются на твердые коммунальные отходы. Опять же, физическим лицам не надо приходить в ГУПРК Крымакоресурсы или в обонные дела для подтверждения льгот. У нас есть договора с Министерством труда и соцзащиты, начисляются льготы автоматически. То есть никаких действий со стороны населения не надо для получения льготы. Вы сказали, что тарифы не изменились. Какие они? Тарифы не изменились. Сейчас, благодаря работе с Комитетом по ценам Республики Крым, мы вышли на социальный тариф. Это 50 рублей с человека в городах, 40 рублей в районах. Опять же, с дифференциацией. То есть если в некоторых регионах была оплата за твердые коммунальные отходы ниже, чем 40-50, мы сейчас регулируем, и люди получат платежки не выше той цены, которую они платили в 2018 году. Вот еще весь мир переходит на раздельный сбор мусора. Когда мы уже дойдем до этого, Денис Александрович? Это же решило бы проблему. Только при помощи активной позиции жителей и граждан. Ну как активной? Ну вот дома у меня будет несколько мусоров, я буду собирать отдельные пакеты, а потом приносить, а там стоит один общий контейнер. Смотрите, мы готовы сейчас к внедрению раздельного сбора мусора. Сейчас по городу стоят наши контейнера для сбора пэт-бутылки. То есть это первый этап для раздельного сбора мусора. Мы готовы сейчас внедрять раздельный сбор мусора, но только опять же на тех участках, где есть контакт с жителями этого, допустим, многоквартирного жилого дома. Если к нам обратятся ТСЖ, управляющая компания, которая отдельный жилой дом хочет раздельно собирать мусор, то есть мы готовы установить контейнера, мы готовы вывозить раздельный сбор мусора. Но самое главное, что вы готовы, и у нас появился новый региональный оператор, который, я думаю, займется этим в первую очередь. Денис Александрович, большое вам спасибо за беседу. У нас в гостях Денис Александрович Попко, исполняющий обязанности директора «Эко-ресурсов». Большое вам спасибо. Я думаю, ваш рассказ был очень полезен для крымчан, для симферопольцев. Спасибо еще раз. Ну, а мы предлагаем с Солио перейти дальше по программе. У нас дальше Крым Онлайн. То, о чем говорит крымский интернет прямо сейчас. В Севастополе на Фиоленте буквально на днях открыли новый парк. Территория, по отзывам посетителей, очень уютная. Лавочки, зеленые насаждения, плитка, парковочные места. Но неизвестные уже успели разбить стекло летнего павильона, центральной композиции парка. Какими словами комментируют это в соцсетях, вы понимаете. Пользователи всемирной паутины возмущаются работой нового светофора на объездной Симферополе возле поворота на Строгановку. Установили его перед Новым годом. Необходимость была очевидна. Но, по мнению автолюбителей, отрегулирован он неправильно, поэтому и приходится стоять в километровых пробках. А вот где, по всей видимости, необходим светофор – это перекресток улиц Красноармейская и Чехова. Даже дополнительный знак повесили «Уступи дорогу». Но все равно новое ДТП. Водители в соцсетях напоминают пешеходам о том, что переходить дорогу можно только на зеленый сигнал светофора. К сожалению, этим правилам нередко пренебрегают, рискуя попасть под колеса. Огромная невидимая яма возле администрации Балаклавы вызывает недоумение пользователей интернета. По словам очевидцев, люк открыт уже месяц. Спустя время дырку в дороге прикрыли знаком «Ремонтные работы». Сколько всего интересного в Крыму происходит? Да, но мне хотелось бы сказать, что у нас есть друзья наши меньшие. Это собаки, как известно, не надо забывать о них. Некоторые из них ищут дом. Вот как, например, собака Амиго. О ней мы и расскажем прямо сейчас. Выберите Амиго. Пес очень позитивный. Он ждет своего человека. Он будет вас любить всем сердцем. Звоните. Плюс семь девять семь восемь 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 шестьдесят три одиннадцать ноль три. В Крыму вредет похолодание. Об этом мы поговорим тоже, но чуть позже. Поэтому наверняка многие животные очень жаждут тепла, жаждут любви. Поэтому, если у вас есть возможность, заберите собаку к себе. Но я предлагаю, раз уж говорили о погоде, перейти, собственно, на пленэр. У нас в полях находится наш мобильный корреспондент Ольга Литвиненко. Та самая, которая трогала слона из-за его короткие волосинки. Ольга, здравствуйте. Вы с нами? О, Оля, доброе утро. Я вижу, уже очень светло там. Друзья, доброе утро. Сразу хочется отметить, что светать стало раньше. Потому что на прошлой неделе в это же время было еще темно. И также хочется сказать о том, что на улице по-прежнему чувствуется свежее дыхание февраля. Не могу не отметить, что в прошлом году в это, 6 февраля, были осадки. И столбик термометра показывал только 7 градусов тепла. Вот такой небольшой информационный срез. Также синоптик сегодня обещает 7 градусов тепла. Погода такая сохранится до второй половины дня. Но в скором времени хочу отметить, что выйдет солнышко, которое обогреет нас и подарит позитивное настроение. Надеюсь, что это настроение сохранится до вечера. Так как к вечеру погода немного испортится, но все же останется без осадков. Хочется предупредить всех участников дорожно-транспортного движения. Так как видимость ухудшится до 500 метров. Друзья, будьте внимательны и аккуратны. Студия, вам слово. Спасибо, Ольга, большая полезная информация. Особенно мне понравился срез. Срез про то, что в прошлом году была точно такая же температура, но только с отличием в том, что были осадки. Но вообще нужно предупредить крымчан, что такая погода, которая неожиданно настала, февральские окна, она скоро закончится. Окна закроются скоро, можно сказать. К концу недели уже будет холодно. Обещают похолодание даже до минус пяти ночью. Это, конечно, повод занести все пальмы в дом снова. Если у кого-то есть пальмы, а у тебя, наверное, не есть. У меня есть пальмы, конечно. Ну, я так и думала. Да, у меня не только пальмы. Но вообще говоря об озеленении Симферополя, есть хорошая новость. Дело все в том, что как в прошлом году, так и в этом году активно занялись симферопольскими зелеными насаждениями. И вот уже сейчас, пока еще прохладно, пока не началось сокодвижение в деревьях, активно будут обрезать их. Выявлено огромное количество деревьев, которые уже находятся в аварийном состоянии. То есть я напомню, что за 25 лет после Советского Союза никто особо не следил за зелеными насаждениями города, а их очень много. Симферополь считался третьим городом по озеленению в Советском Союзе. Повторюсь, что эти деревья, к сожалению, многие пришли в негодность. Была прикорневая гниль, внутристволовая гниль, и эти деревья просто опасны. Я слышала, что собираются высадить новые деревья около 300. Это, можно сказать, такой небольшой лес. Ну, по всему городу это не так и много на весь наш большой Симферополь. Относительно большой, конечно. Но, тем не менее, действительно, не удивляйтесь, если вдруг в вашем дворе приедут и спилят какое-то дерево. Наверняка оно признано аварийным. Ну, и отчаиваться тоже не стоит, потому что на его месте будет высажена новая, красивая, скажем, с учетом климата Симферополя, как обещала глава Симферополя Наталья Маленко. Теперь к озеленению города будут подходить с научным расчетом. Ну, я думаю, что и крымчане могут присоединиться, потому что у нас же есть вот эти главные заповеди, что человек должен за свою жизнь родить ребенка, построить дом и посадить дерево. Ну, я деревьев еще уже много насажал, к слову. Ты уже выполнила одну программу. Одну программу, да не только одну. Ну, а те, кто не успел выполнить, присоединяйтесь. Присоединяйтесь, присоединяйтесь к нам, к нашему утру, утру нового дня. Ну, а следующий наш материал посвящен новостям интернета, ведь известно, что там много чего пишут. Но что из этого правда, расскажут только наши журналисты. Мощный поток буквально смыл деревню в Бразилии. Трагедия произошла в результате разрушения дамбы на одной из железных шахт. Бордовая волна железной руды забрала десятки жизней. Около двухста человек считаются пропавшими без вести, сотни остались без крыши над головой. Метеорит сгорел в небе над Кубой. Громкий взрыв разошелся громом средь ясного неба. Никто из местных жителей не пострадал. Чего не скажешь о крышах и навесах. Некоторым даже удалось отыскать фрагменты астероида. Трогательное видео. Бездомный парень не может сдержать эмоции при встрече со своим псом. Четвероногий друг потерялся. Хозяин искал его в течение недели, но безуспешно. Руку помощи протянула одноименная волонтерская организация. Сейчас герои ролика ищут дом. А героиня этого видео однажды принесла домой маленький комок шерсти. Она увидела животное на улице и решила дать ему кров. Милый, как думалось хозяйке, котенок превратился в большого лиса. К этому моменту зверек настолько полюбился девушке, что она приняла решение оставить его себе. Теперь рыжий – настоящий член семьи и дружит со всеми обитателями дома. Экстремал из Китая решил проверить, что будет, если кинуть горящий фейерверк в канализационный люк. В результате взорвался скопившийся внизу газ, выбил крышку и разбросал бульварную плитку. К счастью, никто не пострадал, лишь несколько машин повредило осколками. Если пицца не переедет в течение 30 минут, вы получите ее бесплатно. Вот на что готов попавший в аварию доставщик, лишь бы приехать вовремя. Спешить тоже нужно аккуратно и внимательно. Авторегистратор – злейший враг мошенника. На видео горе-аферист неумело симулирует аварию, фактически набросившись на автомобиль. Можем только порадоваться, что все зафиксировано на видео и ложных обвинений никто не получит. Ну, вот мне особенно запомнился фрагмент про лису. Конечно же, сначала, когда маленький лисенок, это выглядит очень мило, но потом, когда дикое животное вырастает дома, мне кажется, совершенно по-другому все становится. Я еще читал неоднократно жалобу людей о том, что лисы имеют очень своеобразный запах, и в доме их ни в коем случае держать не рекомендуется. Вообще, это дикое животное, которое, мне кажется, не может привыкнуть к человеку, изменить свои повадки, эволюционировать так быстро, чтобы стать домашним, ласково. Известно, что эволюция – это процесс, растянутый в тысячелетиях, поэтому, что он не эволюционирует, так это точно. Но я предлагаю перейти к нашей следующей рубрике, к следующему сюжету, который рассказывает о том, что же происходит прямо сейчас в наших городах. И давайте сейчас посмотрим на наш экран. И мы видим перед собой прекрасную Ялту, и мы видим, как восходит солнце над ней. И мне сразу вспоминается отрывок одного стихотворения, раз уж сегодня так, поэтическая тематика. Ялта – древнегреческая колония, поэтому какой-нибудь сложный гигзаметр здесь будет вполне уместен. Очень хорошо подготовился. Закинул свой щит златокованный за море, и разливалась на мраморе вешним румянцем заря. Как красиво звучит. Как эти слова подходят к этой картинке все-таки. А это действительно камеры видеонаблюдения показывают именно сейчас, что происходит. Мы видим, так мало там машин. Мы, симферопольцы, можем этому только позавидовать. Ялтинцы не знают проблем пробок. Не знают, но я думаю, что машин просто не видно за этим огромным количеством вечной зелени. Давайте посмотрим дальше. Я предлагаю перейти к еще одному городу, который наверняка вы узнаете. Если честно, я уже прочитала, что это за город, и могу даже подсказать нашим зрителям. Секунду. Тут у меня… Пока что видео не грустится, так как мы понимаем, что это все онлайн-трансляция с камер видеонаблюдения, которые находятся на наших улицах. Как в фильме «Бриллиантовая рука» – маленькая техническая ошибка. Шорты превращаются, но вот превращаются, но тем не менее можно узнать наш прекрасный Симферополь. Это площадь Ленина. Возле музыкального театра, конечно же. Действительно, тоже восходит солнце, небо окрашено в такие прекрасные пастельные тона. Но вот, как ни странно, сама площадь почти не освещена, и мы видим такой цвет индиго. Мне кажется, уже в этом нет необходимости, потому что, как сказала наша коллега Ольга, рассвет начинается все раньше и раньше, и мы видели, что на улице уже достаточно светло. Светло, и прекрасно солнце показывает небо, которое почти ясное. И наверняка сегодня будет хорошая погода. Подробнее о погоде прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая сеноприческая ситуация ожидается сегодня. А я вот имею одну очень хорошую новость. Я даже не думал, что когда-либо доживу до этого. Дело все в том, что хорошо известно, что власти Симферополя объявили конкурс на благоустройство симферопольских территорий, которые находятся давно в глубоком запустении. Так вот, объявлен конкурс среди студентов и всех желающих, кто к этому причастен, на благоустройство территории. Итак, первая номинация – это многофункциональный парк имени Гагарина. Вторая номинация – парк имени Шевченко как специализированный парк. Третья номинация – городской сквер на выбор в районе бульвара Ленина или между гостиницей Москвой и автовокзалом. В общем, и благоустройство набережной. Все желающие могут поучаствовать. На сайте администрации Симферополя есть информация, каковы условия конкурса. Я думаю, что Симферополь в скором времени приобретет совершенно современные благоустроенные территории. Это моя давняя-давняя мечта. То есть я так понимаю, что можно вносить свои предложения и, например, сказать о том, что вот я хотел бы, чтобы здесь находилась такая-то скамейка, а здесь такая-то клумба. Так не получится. Тебе нужно подготовиться в специальный проект с визуализациями, с полным дендрологическим планом, то есть какие растения ты хочешь туда посадить. Но это, конечно, только специалисты могут сделать. Безусловно. И это радует, что теперь благоустройством города занимаются специалисты, а не чиновники. Ну и радует, что и симферопольцев тоже привлекают к этой работе. Все-таки, я думаю, что многие и имеют какие-то предложения, которые бы хотели озвучить властям и тем самым помочь и рассказать, как можно преобразить наш город. Когда это случится, когда Симферополь преобразится полностью, он станет одной из туристических достопримечательностей полуострова. О том, куда еще можно съездить и что посмотреть, наш следующий сюжет. Миллионами лет история Земли солоями откладывается глубоко в недрах. Человек нашел способ поднять ее наверх. Яркий тому пример – симферопольские карьеры. И вновь дорога оказалась отдельным маленьким приключением. С километр прямо, потом налево, и вот тупик. Приехали не туда. Пообщались с местными, они же помогли нам найти правильный путь. Но то, что мы увидели по месту, нельзя оставить без внимания. Добраться до карьеры не так просто. Казалось бы, путь нелегкий и дальний, но даже здесь человек умудрился оставить свои следы. Мы были буквально поражены, когда приехали сюда и увидели все это. Дежавю. Все это, к сожалению, мы уже видели. Разбитые стекла, пластиковые бутылки и автомобильные покрышки. Неотъемлемые элементы местного декора. Могучие хребты утопают в тонах полиэтилена. Первородный ландшафт будто бы спрятан под целлофановой вуалью. Что же, с этим карьером ничего не получилось, поэтому ни минуты не теряя мы отправляемся к следующему. Здесь ситуация куда лучше. Гигантский котлован стоит почти нетронутый, в каком-то смысле чистый. Изредка можно наткнуться на следы шин грузовых автомобилей. Неудивительно, где-то за холмом шумят машины дробящие камень. По рассказам местных, именно из этих булыжников пленные немцы делали брусчатку, которая до сих пор сохранилась в некоторых частях города. История этих мест охватывает не одно поколение. Кто-то еще детьми бегал купаться в здешних озерах. Еще раньше тут не было и самих водоемов. Не обошлось здесь и без своего озера, затопленного карьера. Изначально работы начались здесь, но когда из-под земли хлынула вода, их пришлось прекратить. Монолиты в смиренном молчании сторожат вершину карьера. Кажется, они были тут всегда, еще задолго до того, как сюда ступила нога человека. Дух времени, буквально сжатого в породах земли, тихим шепотом поднимается вверх сквозь трещины. Древние монументальные плиты осколками прошлого торчат из поверхности земли. На некоторые из них при должной сноровке можно забраться. Это того стоит. Вид открывается потрясающий. Но и внизу есть на что посмотреть. Любителям геологии однозначно есть, чем здесь заняться. Вдоль всего карьера разбросаны редкие камни и минералы. Проведя здесь какое-то время, немного отрываешься от реальности. Невольно задумываешься о времени и о том, насколько оно скоротечно. Все в этот мир приходит на мгновение, а увидает навсегда. Лишь этот спящий каменный пейзаж, кажется, простоит здесь вечно. Насколько же богат Крым природными красотами, что даже в окрестностях Симферополя встречаются настолько фантастические пейзажи. Повторяем в очередной раз. Не ленитесь изучать свой родной край. Ну а мы будем и дальше рассказывать вам о его самых интересных местах. К любому путешествию нужно хорошо подготовиться, но иногда бывает так, что вас просто не хватает времени или вы не знаете, где окажетесь сегодня вечером. Я знаю несколько продуктов, которые можно взять с собой и приобрести их можно на любой заправке или в магазине. И я вам о них расскажу. Что взять с собой в поход – целая наука. Раскладка, именно так называют план питания туристы, зависит от множества факторов – вида путешествия, места его проведения, погоды, продолжительности и так далее. Самое главное правило – это помнить о том, что это все придется нести на своей спине. Так как мы отправились недалеко, мы взяли только самое необходимое. Обед в походе обычно больше похож на перекус. За полдня организм не успевает проголодаться слишком сильно. Чтобы не тратить время на разведение огня, подойдут бутерброды, консервы, овощи и другие холодные блюда. Также спасут в этой ситуации сухофрукты. В них высокая концентрация глюкозы, фруктозы, минералов и органических кислот. Магний и калий очень полезны для сердечно-сосудистой и нервной системы, а железо помогает нормализовать процесс кроветворения. Злаки очень долго перевариваются организмом, а клетчатка очень полезна для кишечника. Места такие хлебцы занимают в рюкзаке гораздо меньше, и, что немаловажно, портятся они гораздо дольше. Продукты, содержащие злаки, сложно назвать низкокалорийными, что в данном случае играет нам на руку. В злаках содержится протеин, необходимый для укрепления и восстановления тканей организма. Неповрежденные и переработанные зерна богаты витаминами В, Е и растительными белками. Употребление их в пищу снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 26%. В длительном походе пригодятся крупы, овощи, чай, специи и, конечно, вода. Лучше всего брать литровую пластиковую бутылку. Она не слишком тяжелая и понадобится, когда нужно будет набрать воду из источника. Такого объема воды будет явно недостаточно для дальнего похода, но есть одна хитрость. Если набрать из источника воду и добавить в нее всего пару капель йода, она станет безопасной для питья. Если вы собираетесь часто путешествовать, приобретите походный фильтр. Он вам точно пригодится. В походе мы тратим очень много энергии, поэтому нам придут на помощь углеводы. У нас есть шоколадный потончик, сытость которым приходит очень быстро, но пользы в нем маловато. И злаковые насыщение приходит позже, но и длится дольше. Ну и, конечно, самое главное, это помнить, что поход в первую очередь удовольствие, красивые пейзажи и общение с природой. Возьмите с собой хорошее настроение, тогда наслаждение от прогулки обеспечено. Доброе утро, крымчане! Всем тем доброго утра, кто с нами с самого начала, и тем, кто только к нам присоединился ко второму часу. Встречайте день вместе с нами, а мы уже взяли курс на хорошее настроение. Мы, это я, Илья Салямова, и мой коллега Александр Ткачев. Мы работаем в прямом эфире сразу на двух каналах «Первый Крымский» и «Крым-24». Сегодня среда, 6 февраля, а среда – это маленькая пятница. Мы уже это и отмечали. Но у нас есть и другие не менее важные события. Вот, например, что касается российских регионов, где количество заболевших гриппом растет, к сожалению. Но, к счастью, пока что это обходит Крым. Но у меня есть и другие новости, о которых мне обязательно хотелось бы вам рассказать. И чем я займусь прямо сейчас. Итак, крымские села снова в изоляции. Общественный транспорт там видят крайне редко. В некоторых населенных пунктах автобусы вообще не появляются. Перевозчики не хотят обслуживать небольшие поселения. В итоге до ближайшего города добраться могут далеко не все. Наш корреспондент Дмитрий Попов разобрался в проблеме и попытался найти ее решение. Наталья Никоненко социальный работник. Живет в селе Приречное Нижнегорского района. Несколько раз в месяц ездит по делам в Симферополь. Заказывать машину дорого. Две тысячи. Две с половиной. Ну, кто как берет, какая машина. Я возила ее в больницу и на операцию. После операции приезжала, забирала. Другого варианта нет. Общественный транспорт ходит нестабильно по вольному графику. Людей на этой остановке можно увидеть лишь рано утром. Единственная маршрутка приезжает сюда в 6.45. Едет она в Симферополь и не возвращается. Люди выходят на трассе и идут пешком 6 километров до села. Чтобы не зависеть от общественного транспорта, Виктор Немков купил мопед. Зимой ездить холодно и небезопасно. Из-за гололедицы. Я раз упал по изборозе, второй раз упал, третий раз чуть-то в речку не залетел, трава меня стянула. Поэтому сейчас ездить не рискует. И, как многие, идет до трассы более часа. Если нужда заставляет, иду. А так нет, уже меня ноги не держат. Подобной ситуацией и в селе Серноводское. Оно находится в 10 километрах от Жанкоя. Валентине, у которой пятеро детей, добираться до школы и садика – проблема. Было два месяца вообще не ездили автобусом. Ходили пешком, то на такси, то как. Только платиться на услуги 400 рублей. А вот из Перепелкина даже на такси не доберешься до Жанкоя. Не говоря уже об автобусах. На перевозчика селяне не в обиде. Винят дороги, а точнее их отсутствие. Эмине Ибрагимова – мать двоих детей. В родном селе работы нет. В Жанкоя есть работа. Если устраиваться на работу, начинаешь думать дорогу. Все, у тебя это стоп. Ты уже сидишь дома. Несколько недель назад эту траву жизни засыпали щебнем. Местные говорят, стало лучше. Машины и автобусы теперь не слетают в кювет. Школьный автобус, например. Были случаи, что два раза чуть ли не выходил, не улетал с дороги. Так же самое и рейсио. Я был свидетелем. Мы ехали из города. Нас два раза выкинуло в обочину. Из-за местных дорог на автобазе даже появилось автобусное кладбище. Эти пазы были закуплены в 2015 году. Проехали тысячи километров. А вот испытания дорогами Жанкойского района не выдержали. Из-за того, что техника ухудшается, 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 приобретать новую у нас вообще нет никакой возможности. В последний раз мы три автобуса купили малой вместимости в 2015 году. И больше у нас сейчас очень сложное положение. Мы все в кредитах. А это уже Симферопольский район. Село Трудовое. Тут меньше ям, но не проблем. Завуч местной школы Зимины Сулейманова с коллегами возвращается с работы домой. Маршрутку порой приходится ждать больше часа. Очень сложно стало добираться. И мы уже задумываемся о новом месте работы. Утром ситуация еще хуже. Желающих уехать много, мест нет. Бывает столько людей, что дверь автобуса просто не закрывается. Водители заявляют, графика придерживается. Всегда вовремя подаем транспорт. Пассажиры с этим не согласны. Расписание поменяли. Мы по полтора часа на Бородино стоим, ждем автобусы. В Министерстве транспорта о проблеме знают. Контроль усилен. Будет проверяться расписание движения автобусов, информационное обеспечение салонов автобусов, а также разрешенные документы, на основании которых автомобильный перевозчик осуществляет перевозку. За последние два года расторгли более 50 договоров с недобросовестными перевозчиками. Замену нашли. Сейчас в Крыму транспортное сообщение не налажено в 10 селах. Эту проблему в профильном министерстве обещают решить в течение года. Дмитрий Попов, Евгений Довжик, Андрей Трещук, Дмитрий Лалетин. Новости 24. У севастопольцев появилась новая зона для отдыха. На мысе Фиолента открылся парк. В то же время в парке Победы строительные работы продолжаются, а реконструкция Матросского бульвара и вовсе приостановлена. Почему стройка заморожена, за что борются власти и где отдыхают гости и жители города-героя, расскажет Анастасия Соснина. Матросский бульвар, построенный в 30-е годы 19 века, был одним из любимых мест у севастопольцев. Геннадий Осипенко вспоминает, как в молодости смотрел здесь кино под открытым небом, играл в волейбол, а в последнее время в шахматы. В 2018 году благотворительный фонд «35-я береговая батарея» начал реставрацию за свой счет. Как заявили в правительстве Севастополя, подрядчик допустил ряд нарушений. Поэтому контракт расторгнут, стройка приостановлена. Сейчас идут судебные разбирательства. Какие-то трения между правительством и законодательным собранием. Если это упустят, это неправильно. Там много отдыхал молодежи и ветеранов. Благотворительный фонд, как заявили в правительстве Севастополя, начал возводить на Матросском бульваре объекты, которые не были изначально согласованы. Предварительные заседания суда уже дважды переносили. Стороны затребовали дополнительные документы. Следующие 19 февраля. Тем временем на объекте «Парк Победы» дважды сменили подрядчика. Работы продолжает компания «Ривьер». Задействовано 50 единиц техники, 180 рабочих. Завершены строительно-монтажные работы по фонтанам, системе канализования и водоснабжения. Проект с аллеей из 15 фонтанов, по словам уже третьего подрядчика, благоустроен на 30%. Сейчас устанавливают фонарные столбы, детские площадки, меняют тротуарную плитку. Рабочие исправляют ошибки предшественников. Обеспечены все необходимые процедуры. Субподрядчики заключены контракты. Я напомню, возвращен аванс, гарантийный. То есть у нас есть в полном объеме источник средств на финансирование. Объект сложный, стоит больше миллиарда рублей. Главную аллею Парка Победы планируют завершить к 9 мая. Сдача всего объекта в июне. Приятной новостью для севастопольцев стало открытие нового места отдыха в монастыря Святого Георгия на мысе Фиолет. Здесь оборудованы смотровые площадки, павильон. Общая площадь 3,5 гектара. Несколько лет назад я ходила, тут вообще был один пустырь. Вообще ничего не было. Одна могилка, вот эта, по-моему, была и все. А сейчас очень здорово. Нравится, что подумали о том, что люди с ограниченными возможностями, с колясками сюда приедут, будут не испытывать никаких сложностей. Парк открыт и в ночное время. Работы по благоустройству продолжат до 1 апреля. Высадят деревья и заасфальтируют дорогу, ведущую от Фиолетовского шоссе. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. Такая информационная картина к этому часу. Ну а мы продолжаем следить за развитием событий. События развиваются стремительно. В частности, в Симферопольском музее Тавриды уникальная экспозиция. Выставили документ, который очень долгое время лежал в запасниках Бахчисарайского музея. И его не могли определить, что это. В итоге определили, и сейчас он выставлен. И это уникальнейший документ под названием «Карасубазарский мирный договор». Дело все в том, что когда Екатерина впервые пыталась присоединить Крым в 1772 году, документ был подписан. Все началось с того, что был подписан этот «Карасубазарский мир», согласно которому Крымское ханство выходит из-под протектората Великой блистательной порты Османской империи и переходит, скажем, под протекторат Российской империи. С этого все и началось. Это очень интересно, это действительно то, что относится к нашей истории, и поэтому можно прийти в музей и самому увидеть, как говорится, воочию такой вот исторический документ. У меня есть другая новость, что концерт «Шедевры мировой классики» пройдет в Ливодийском дворце 7 февраля. Но это будет завтра, а мы живем днем сегодняшним, и поэтому у нас есть афиша на те театральные и культурные события, которые пройдут в театрах и кинотеатрах. На сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького сегодня спектакль «Вечная любовь» или «Ночлег дикобразов». Пьеса перенесет зрителя в далекий 1975-й. Это год знакомства москвички Веры и одессита Кости. Встретятся наши герои в Ялте, после чего закрутится история любви длиною в жизнь. Пару разделяют сначала города, а потом и страны. Однако они все равно рядом, хоть и не вместе. Начало спектакля в 19.00. Государственный академический музыкальный театр Республики Крым представит зрителю оперетту «Сильва» Имре Кальмана. Действия разворачиваются вокруг красавицы-певицы Сильвы Вореску. Высшее общество считает, что она не пара наследнику княжеского рода. Ведь ему предназначена богатая невеста, а помолвка с Сильвой лишь жалкая шутка. Но лавстори, аристократа и артистки, рассказанная страстным музыкальным языком, просто не имеет права на несчастливый финал. Начало в 18.30. В кинотеатрах сегодня вы можете посмотреть фильм «Как я стал русским». Это комедия о китайском парне Пенни, который приехал в Россию вслед за покорившей его сердце девушкой Ирой. Пен готов ко всем испытаниям, но он даже не подозревает, что понравиться папе своей невесты задача не из легких. Однако отцу и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете. Киносеансы вы можете выбрать сами. Детям придется по душе мультфильм «Ковер-самолет». Добрая датская экранизация рассказывает о мечтательном мальчике, который хочет увидеть мир. Но его цели разнятся с планами родителей, они его видят только портным. Ребенок мечтает о путешествиях, и однажды его желание исполняется. Чудо «Ковер-самолет» отправит главного героя в большой город, где ему предстоит спасти маленькую девочку. Киносеансы пройдут в утренние часы. Хорошо иметь «Ковер-самолет», потому что он не использует топливо. Я предлагаю прямо сейчас поговорить о цене на топливо и курсе валют. Итак, известно, что самый дешевый у нас газ. И газ, как ни странно, тоже измеряется литрами. На сегодня цена одного литра газа составляет 28 рублей и 19 копеек. Дизельное топливо – 51 рубль и 27 копеек. 92-й бензин – 47 рублей и 17 копеек. 95-й бензин – 50 рублей и 21 копейка. И самый дорогой – 98-й бензин – 56 рублей и 59 копеек. Давайте перейдем теперь к ценам на валюты, которые тоже постоянно двигаются, меняются. И на сегодня доллар равняется 65 рублям 56 копейкам. И он несколько сдал позиции по сравнению со вчерашним днем. Евро равняется 74 рублям и 91 копейке. И он тоже потерял 10 копеек за прошедшие сутки. Так что такова динамика цен на валюты. Ты хранишь валюты в каких банках, скажи мне, пожалуйста? Трехлитровых. Я тоже. До ячеек в настоящих банках пока еще никак не дойду. Но раз мы начали говорить информацию для водителей, у меня тоже есть небольшая для них новость о том, что, как мы знаем, неделя была профилактического мероприятия «Пешеход. Внимание», где ГИБДД выявляли водителей-нарушителей, но также и пешеходов-нарушителей. И, как выяснилось, водители около 500 тысяч, ой, 500 нарушителей, а нарушителей-пешеходов в два раза больше. Это всего лишь за неделю. Представляешь, как много у нас людей не соблюдают правила? Не соблюдают, потому что их не знают, видимо, плохо учились или просто игнорируют. И делать этого нельзя, потому что можно попасть в нашу рубрику под названием «Новости». «Крым онлайн» прямо сейчас. В Севастополе на Фиоленте буквально на днях открыли новый парк. Территория, по отзывам посетителей, очень уютная. Лавочки, зеленые насаждения, плитка, парковочные места. Но неизвестные уже успели разбить стекло летнего павильона, центральной композиции парка. Какими словами комментируют это в соцсетях, вы понимаете. Пользователи всемирной паутины возмущаются работой нового светофора на объездной Симферополе возле поворота на Строгановку. Установили его перед Новым годом. Необходимость была очевидна. Но, по мнению автолюбителей, отрегулирован он неправильно, поэтому и приходится стоять в километровых пробках. А вот где, по всей видимости, необходим светофор? Это перекресток улиц Красноармейская и Чехова. Даже дополнительный знак повесили «Уступи дорогу». Но все равно новое ДТП. Водители в соцсетях напоминают пешеходам о том, что переходить дорогу можно только на зеленый сигнал светофора. К сожалению, этим правилам нередко пренебрегают, рискуя попасть под колеса. Огромная невидимая яма возле администрации Балаклавы вызывает недоумение пользователей интернета. По словам очевидцев, люк открыт уже месяц. Спустя время дырку в дороге прикрыли знаком «Ремонтные работы». А сейчас мы предлагаем перенестись из нашей студии на улицы Симферополя, где находится наш корреспондент Оля Литвиненко. Может, она расскажет о том, какая дорожная ситуация там. Ольга, здравствуйте. Друзья, я в ожидании своего зеленого цвета на пересечении улиц Севастопольской и Козлова. Пока я тут стою, я хочу сказать об одном, что, и между прочим, я недавно читала в социальных сетях о том, что идет бурное обсуждение ремонта, вернее, бурное обсуждение обновления дорожной разметки. И хочется сказать, что невооруженным глазом видно, что модернизация продолжается. Но сейчас она, разметка окрашена всего лишь наполовину. Также хочется сказать, что в администрации Симферополя взяли ситуацию на контроль и пообещали в ближайшее время для нас, дорогие друзья, исправить эту ситуацию. Так что не переживайте и зря не паникуйте. В скором времени все исправится. Друзья, мне пора двигаться дальше. Студия, вам слово. Спасибо, Ольга. Ну, действительно, Оля затронула такую важную проблему, важную такую ситуацию, потому что разметку наносили сразу после ремонта дорог, который был в декабре прошлого года. То есть уже где-то в начале января нанесли новую разметку. А к концу января она стерлась, хотя ее гарантийный срок примерно три месяца. Очень жаль, что это произошло. Вероятно, очень некачественно клали краску, и она вот так вот не держится на поверхности. Но я бы хотел снова вернуться к нашему мобильному корреспонденту Ольге, которая не только специалист по дорогам, она еще и мастер общаться с чиновниками и даже со слонами. Вот такая она у нас разносторонняя. И следующий сюжет как раз сделала она про слонов прямо сейчас. Несмотря на молодой возраст, эти две габаритные красавицы игривые и любознательные. Мало что может их испугать. И в любом случае это точно не зрители или любопытные журналисты. Публика артисткам всегда в радость. И даже на своей спине прокатить зевак они не против. Не упускаем такой шанс и мы. Мы сейчас поднимаемся на невероятную высоту, казалось бы. Ничего себе! Вот эта мощь, честно говоря, очень страшна. Она немного шершавая, у нее волоски небольшие. Боже мой, как все-таки высоко здесь. Ощущения невероятны. Даже коленки подкашиваются первое время после того, как вновь оказываешься на земле. Вообще, Индра и Бэйби – две противоположности. У каждой свой характер. К ним, как и к людям, нужен индивидуальный подход. А какой резонанс две индийские красавицы вызвали у случайных прохожих? Больше всего радовались дети. Правда, кормить слонов можно было только дрессировщику. Но зато фотографии с экзотическими животными можно было делать сколько угодно. Всю жизнь мечтал их увидеть просто. Какие могут быть ощущения, когда человек появляется в цирке или около цирка? В ребенка превращается. Это невероятное животное. Правда, за ними наблюдать вот так близко – это что-то невероятное. Очень здорово, что такой праздник вот так вот посреди города в рабочий день. Казалось, что гигантские артистки остановили привычный бег времени на улицах Симферополя и перенесли восторженных прохожих в атмосферу индийской сказки. Мы решили сделать такую промо-акцию, вывезти их на площадь перед зданием цирка. Алекс Гартнер их будет кормить вкусными батонами. И слоны ведь – это животное редкое. И не все жители Симферополя и гости города когда-нибудь в жизни видели живых слонов. Зато теперь многие увидели, а даже больше гладили и восторгались. А слонихи, как ни в чем не бывало, дружно держались за хоботы, не спеша наслаждались угощением. Программа будет работать до 3 марта. Такая вот яркая, позитивная, очень добрая, которая еще и еще раз говорит о том, что искусство может творить чудеса. Чудесами можно будет насладиться уже непосредственно в цирке, на арене которого выступят не только бейба с индрой, но и верблюды, и другие экзотические животные. Ольга Литвиненко, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Я сейчас понимаю Олю, которая каталась на слонах, насколько это на самом деле неудобно, потому что сама когда-то прокатилась на этом животном большом, и скажу, что вот сильно качает из стороны в сторону, сам он медленно перемещается, а угол твоего наклона, ну, практически 45 градусов так наклоняешься. Я тоже имел возможность. Ты катался, да? Катался, да, в теплых странах, когда бывал, катался на слонах. Но самое интересное, что в мире существует два вида слона. Слон африканский и слон индийский. Так вот, слон индийский, как раз-таки, вот мы его видели сегодня, он несколько меньше, но он единственный, кто поддается дрессировке. Африканские слоны, они очень, скажем так, злые. Они, наверное, более загорелые. Они злые, агрессивные, и их использовать нельзя, и они к человеку достаточно негативно настроены, наверное, по делам, как говорится, потому что известно, что издавна их истребляют из-за их бивней. Ну, а у индийских слонов, наверное, точка на лбу. Но на самом деле мы это сможем проверить, хотя нет, мы не сможем проверить. У нас сегодня ожидаются специальные гости из Германии. Это не слоны, сразу предупреждаю, но очень близко связанные с ним, к ним. Не раскрывая всех наших секретов, мы их раскроем, когда этому придет время. Но сейчас я предлагаю обратиться к рубрике новостей интернета, которую для вас подготовили наши журналисты. Мощный поток буквально смыл деревню в Бразилии. Трагедия произошла в результате разрушения дамбы на одной из железных шахт. Бордовая волна железной руды забрала десятки жизней. Около 200 человек считаются пропавшими без вести, сотни остались без крыши над головой. Метеорит сгорел в небе над Кубой. Громкий взрыв разошелся громом средь ясного неба. Никто из местных жителей не пострадал, чего не скажешь о крышах и навесах. Некоторым даже удалось отыскать фрагменты астероида. Трогательное видео. Бездомный парень не может сдержать эмоции при встрече со своим псом. Четвероногий друг потерялся. Хозяин искал его в течение недели, но безуспешно. Руку помощи протянула одноименная волонтерская организация. Сейчас герои ролика ищут дом. А героиня этого видео однажды принесла домой маленький комок шерсти. Она увидела животное на улице и решила дать ему кров. Милый, как думалось хозяйке котенок, превратился в большого лиса. К этому моменту зверек настолько полюбился девушке, что она приняла решение оставить его себе. Теперь Рыжий – настоящий член семьи и дружит со всеми обитателями дома. Экстремал из Китая решил проверить, что будет, если кинуть горящий фейерверк в канализационный люк. В результате взорвался скопившийся внизу газ, выбил крышку и разбросал бульварную плитку. К счастью, никто не пострадал, лишь несколько машин повредило осколками. Если пицца не переедет в течение 30 минут, вы получите ее бесплатно. Вот на что готов попавший в аварию доставщик, лишь бы приехать вовремя. Спешить тоже нужно аккуратно и внимательно. Авторегистратор – злейший враг мошенника. На видео горе-аферист неумело симулирует аварию, фактически набросившись на автомобиль. Можем только порадоваться, что все зафиксировано на видео и ложных обвинений никто не получит. Интернет пестрит новостями совершенно разными, хорошими, плохими. И не все из них правда. Поэтому я рекомендую абсолютно всем смотреть только нашу выборку новостей, потому что именно она отфильтрована, очищена от лжи и чисто правдивая. Ну а мы уже готовы приоткрыть наши карты, что касается тех людей, тех гостей, которых мы ожидали в нашей студии и которые так связаны со слонами, которых мы совершенно недавно видели в сюжете. Это, конечно же, Борис Борисович Тезиков, директор и художественный руководитель нашего симферопольского известного птиста. И, собственно, дрессировщик этих замечательных животных Алекс Гертнер. Здравствуйте. Доброе утро. Так, ну рассказывайте, что касается слонов. Как вам удалось вывести и были ли шокированы симферопольцы? Ну как удалось? Хорошая погода – это самый первый вопрос, чтобы была хорошая погода совсем, потому что слоны вообще любят, чтобы была вот такая хорошая погода. То есть им не было холодно в наших симферопольских зимних условиях? Нет. И про это решили это делать. А откуда они были привезены? Из овшей, ну они индийские слоны, овшей из Индии. Природа из Индии, но из Германии. Ну я знаю, что им уже по 30 лет, и они еще никогда не бывали в Крыму. Да, это правильно, это впервые. А сколько лет живет слон в среднем? Ну как человек вообще. Бывает, ну до 80-80. Ну бывает, 90, вот так. Вообще как человек, как чувствуется. Каждый по-разному, как человек совсем. Ну я понимаю, что вы не просто привезли слонов, чтобы их провести по улицам Симферополя, провести экскурсию в Крыму, а для того, чтобы как раз-таки наоборот они выступили и показали свою цирковую программу для крымчан. Ну это да. Давай ты. Борис Борисович. Наши директоры. Ну вы знаете что, значит, ну во-первых, я очень рад, что мы договорились и сумели пригласить Алекса, его семью и его прекрасных животных в наш цирк, потому что помимо слонов он еще работает и с верблюдами, и с лошадками, и его дети работают, маленькие гусь у них. Это действительно прекрасная дрессура. И самое главное, что очень хорошее, сейчас идут споры по поводу работы вообще животных в цирке и вообще нахождение животных вне природы, значит, здесь я вам скажу, что и все зрители видели, и даже вчера все видели, что здесь животные в полном порядке, они очень хорошо содержатся, они чистенькие, их все время моют, за ними хорошо следят. И когда вынесли вот эту вот огромную тумбу, на которой были овощи, фрукты, и два слоника, ну по идее для них вот это все съесть, это надо какие-то считанные секунды. А они ели, 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 Алекс их уговаривал, чтобы и зрители кормили, люди, которые были... Они сыты, они великолепны, и я очень рад, повторяю, что вот эти прекрасные артисты мы сумели показать и показываем нашему крымскому зрителям. Скажите, а сложно было доставить животных в Крым? Ведь известно санкции и прочее из Германии. Нет, нет, это нет, потому что когда мы пришли, уже этой санкции не было, но в принципе это не касается санкций, это проблем никакие. То есть санкции и вообще политика, она обходит цирковое искусство стороной? Я рад, что цирк вне политики, это так всегда было, есть, я надеюсь, будет, потому что вот вне политики абсолютно. И Алекс уже не первый из иностранных артистов, кто приезжает. У нас и итальянцы приезжали, и абсолютно спокойно люди не реагируют ни на что, потому что вот они понимают, что цирк это что-то другое. То есть не бывает, что отказываются и аргументируют тем, что как же, мы же в Крым едем? Нет, я вам даже скажу больше, что очень много у нас было артистов и номеров на протяжении вот этих почти пяти лет граждан и жителей Украины. Нормальных, адекватных, приезжают совершенно с удовольствием и не думают о том, что когда они вернутся домой, им кто-то скажет, а вы в Крыму были? Ну это чушь какая-то. Алекс, а как долго вы пробудите у нас в Крыму? До 3 марта будем выступать. До 3 марта это будет длиться шоу-программа, на которую можно будет прийти посмотреть. Все правильно. Скажите, меня вот как человек, интересующийся живой природой, очень интересует, сложно ли воспитать слона? Ну сложно, это скажем так, это именно как ребенок. Надо постоянно... Он капризничает, плачет. И постоянно надо общаться. Слон очень контактный. Един из контактных животных, что надо общаться, надо там постоянно быть, надо их кормить, надо их чистить, надо их постоянно. Надо им сказки читать на ночь. Там верблуды можно кто-то другой там опускать, чтобы их чистили, чтобы их кормили. А слон именно хочет, что человек, что примет, как дрессировщик, вот так, что он это делал. Скажите, откуда у вас такой блестящий русский? Я вот тоже хотела спросить. Вообще 9 языка умеют. А где идем, но гастролировать, вот так, ну надо общаться и учим. Куда вы отправитесь после Крыма? После Крыма? Дальше, дальше на Россию гастроли идем. То есть у вас сейчас такой тур гастрольный по России? Да, 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 все правильно. А действительно ли, что слон очень умный? Это да. И у них хорошая память. Иногда даже они бывают злопамятными, если их обидеть. Это да. Когда любит человека, он не видит этот человек 20 лет бывает. Это бывает после 20 лет, а он узнает сразу этого человека. А когда кто не любит, то же самое. После 20 лет хочет он убит, хочет он убит. Вот так бывает. Но у вас две слонихи, Индра и Бэйба. Бэйби. Бэйби. Очень хорошие. Прекрасные имена. Вы знаете, это наверняка одно из ярких событий, которое произошло в Симферополе, вчерашний показ слонов. И мы вышли на улицу Симферополя, наши корреспонденты, и спросили, какие же еще события культурные запомнились им за прошедший недавний период. В Блицапрос прямо сейчас. Наверное, когда-то военный парад в свое время, на 9-м. Представьте, никаких. Не везет. Бессмертный полк первое. Самое главное. Значит, День Победы, который у нас всегда очень еще с незапамятных времен. На площади Ленина, ну, на Пушкина бывают такие концертики смотришь. Если честно, в данный момент не сильно посвящаю очень много мероприятий. Но из таких ярких, которые я замечал, это как бы какие-то празднования в центре города. В остальном я был на концерте в гурту Агата Криса, мне тоже гарно понравилось. В прошлом году, вот, 1 мая очень хорошо прошел, 9 мая хорошо прошел. Ну, в этом году, что-то, вот, Новый год как-то так, очень хиленько. Приезжал, когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это было в прошлом году даже. Как к выборам агитация была. Был концерт. Любые приезжали, градусы, музыкальные группы. Скажите, пожалуйста, насколько актуально сейчас цирковое искусство? Как люди к этому относятся? Ну, полный зал. Не пропадает ли интерес к нему? Нет, вот я счастливо могу заявить, что с каждым, наверное, годом оно набирает новые обороты. А обороты в хорошую сторону, потому что, вот, мы проводим такую, свою, как бы, соцопрос и свое отслеживание. Значит, у нас, не поверите, 85% взрослого зрителя и 15% детского. Да. Как-то нелогично получается. Логично. У нас, к сожалению, сейчас наши дети, они все... За компьютером, в играх. Вот, все выглядят. А взрослое население, молодежь очень много ходит, они понимают, что цирк вообще довольно сильно уже изменился. Помимо прекрасных и красивых животных, это великолепные трюки, это прекрасные костюмы, это хороший свет, это хорошая музыка, это хорошие постановки. То есть, это искусство цирковое, оно растет вот именно в ногу со временем. И поэтому сегодня очень всем это стало интересно. Если был какой-то период, и все считали, что цирк это немножко искусство для детей, то сейчас все поменялось. Мужчины приходят посмотреть на красивых девушек, девушки приходят посмотреть на красивых мужчин. Это все правильно. А дети приходят посмотреть на слонов. А дети приходят посмотреть на хороших, красивых слонов. То есть, мы идем, слава богу, что сейчас цирк идет в ногу со временем. Это тенденция не только в Симферополе. Вот я недавно был на международном фестивале Монте-Карло, и совершенно такое же восприятие циркового искусства, как и у нас. Поэтому мы спокойно за свое будущее, я думаю, что цирк будет много-много лет жить. А действительно у нас в цирке играет живой оркестр? Конечно. Конечно. Я считаю, что это изюминка. К сожалению, есть такие города, есть такие цирки, где немножко уже начинают полностью отказываться от живого оркестра, потому что, да, естественно, прекрасные фонограммы, прекрасные аранжировки, но я считаю, что вот как цирк не может быть без животных, так цирк не может быть без оркестра. Это мое мнение. Добрая традиция, которая известна еще с давних времен, и действительно это оживляет, наверное. Борис Борисович, ну вот я тоже сейчас помню эти воспоминания из детства, когда я приходила в наш Симферопольский цирк, и была там недавно, вот как будто бы ничего не изменилось. Он такой же маленький, уютный. Он теплый. Ну, у нас еще очень что-то хорошо, всем артистам это нравится, потому что у нас за счет компактности самого помещения, зритель хорошо видит артиста, а артист хорошо видит зрителя. Не только тот, который сидит в первых рядах, но и тот, который сидит буквально чуть ли не на предпоследнем ряде. А это говорит о том, что контакт сразу налаживается, и артист чувствует зрителя, а зритель чувствует артиста. Это очень хорошо. Борис Борисович, об этом надо не говорить, это надо видеть своими глазами, приходить в цирк и смотреть. И именно это мы рекомендуем всем симферополицам и гостям Крыма, потому что цирк это живое искусство, а живое это всегда здорово. Борис Борисович, большое вам спасибо. Большое вам спасибо, Алекс, за то, что вы пришли, посетили нас и рассказали о столь интересном мероприятии. Я напоминаю, что в гостях у нас находится Борис Борисович Тезиков, директор и художественный руководитель Симферопольского цирка, и Алекс Гартнер, дрессировщик, который привез уникальную программу с прекрасными слонами. Большое спасибо вам. Спасибо вам. Приходите в цирк. Обязательно. Ну а что еще волнует крымчан, так это, конечно, погода. Я предлагаю прямо к ней перейти сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Все-таки мне кажется, что профессия дрессировщика — это не столько профессия, сколько искусство, а в первую очередь это какой-то божий дар, ведь надо уметь общаться не только с людьми, но еще и с животными. Я хочу добавить, что работа в цирке очень сложная. Я вспоминаю, как к нам в школу пришла девочка, которая как раз-таки и была дочкой работников цирка. Они постоянно гастролируют. Она у нас проучилась всего где-то месяца три. После этого они поехали дальше, в какие-то другие города. И вот она рассказывала, что у нее нет друзей, она не успевает изучать школьную программу. То есть, конечно, есть какие-то свои отголоски, связанные с этой профессией, но тем не менее, все ее родители и сама она готовы посвятить жизнь только цирку. Вообще, когда человек посвящает свою жизнь профессии, он добивается больших-больших результатов. И даже не важно, что это за профессия. Главное, чтобы она была любимая. И об этом наш следующий сюжет. В советское время многие дети хотели стать космонавтами. Почетно, романтично и родители гордились бы. В детстве нас часто спрашивали, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Одни четко знали ответ. У других он с каждым разом менялся. Но особенно актуальным этот вопрос становится во время учебы в старших классах. Стараешься угадать, а будет ли эта профессия востребованной и высокооплачиваемой. Юристы, экономисты, менеджеры – самые востребованные профессии двухтысячных. Многие тогда считали, что выпускникам этих специальностей легче будет трудоустроиться и заработать больше денег. А когда спрос оказался гораздо ниже предложения, кому-то пришлось осваивать рабочие специальности, тогда как другие пошли в сферу услуг. Может, поэтому современные школьники выбирают совсем другие профессии. Наверное, программистом. У меня много талантов. В пою хорошо, в театре тоже мне хорошо. Ну, иногда хотела стать учителем. Когда-то хотела стать милиционером, но больше всего я хочу стать врачом. Полицейским. С будущей профессией определилась и Маша Неумытая. Чтобы не терять силы, время и деньги, к выбору подошла серьезно. Долго думала, что лучше – стать медиком или пойти в правоохранительные органы. В итоге ни то, ни другое. Я очень хочу в Москву поступить на специальность перевода переводоведения на китайский язык, потому что я уже третий год учу китайский. Мне очень интересна эта специальность. Я считаю, что она перспективная достаточно в современном мире. А вот специалисты называют перспективной сферу IT-технологий. Не меньше программистов, работодателям нужны инженеры и агрономы. Есть спрос на врачей и бухгалтеров, а еще на квалифицированных рабочих – сварщиков, токарей, электромонтажников. Но крымские абитуриенты пока выбирают в основном медицину, экономику и иностранные языки. Очень часто на этот выбор влияют мнения родителей. Самый большой конкурс в крымских вузах – на стоматологию, юсфруденцию, экономику. Больше 20 человек на место. По количеству заявлений – абсолютный лидер среди факультетов – лечебное дело. Ежегодно сюда пытаются поступить более тысячи абитуриентов. На втором месте – иностранная филология. Есть спрос в республике и на физическую культуру. Там, где конкурс меньше, там проще. Но я не сторонник того, чтобы абитуриенты выбирали направление, где проще. Учиться нужно там, где интересно. Если они хотят учиться на этом направлении подготовки, тогда они все силы, действительно сами, они дети, приложат, чтобы поступить туда. А теперь посмотрим на реальные цифры. По данным Росстата, больше всех зарабатывают сотрудники финансовой сферы – 54 тысячи рублей. В сфере промышленности зарплата составляет чуть больше 31 тысячи. На отрасль сельского, лесного и рыбного хозяйства приходится 20,5 тысяч рублей. На государственную и военную службу – около 38. Сложнее всего устроиться по специальности менеджерам и документоведам. Ксения Шарапановская, Сергей Козырь. Утронового дня. Саша, вот если бы ты не стал телеведущим, то какую бы ты профессию выбрал? Ты когда-нибудь задумывался над этим? Дело в том, что у меня несколько образований в совершенно разных сферах. Как ни странно, обе эти сферы так или иначе в моей жизни пригодились и пригождаются по сей день. Но ни по одной из них я не работаю. По одной из них, наверное, к сожалению. По другой – слава богу. Ну, а вот я, например, в детстве мечтала быть хирургом, дрессировщиком дельфинов, актрисой. Наверное, я была бы хореографом, но я не жалею о своем выборе, очень люблю то, что делаю. Ну, мне кажется, что отчасти роль ведущего – это роль актера, потому что какая бы погода на улице ни стояла, какая бы ни была настроение, атмосфера в душе, всегда нужно выйти с улыбкой и рассказать со светлым лицом о том, что все будет хорошо. Я с тобой полностью согласна. Очень у нас интересная профессия, поэтому если кто-то вдруг надумает стать журналистом, приходите. Хороших журналистов много не бывает. Это я говорю от тебя. Да, кстати говоря, потому что как раз сейчас у нас есть некоторые недоборы в этом смысле, но мы работаем над тем, чтобы все вакансии были заняты. Ну, а есть не профессия, а вот такое, например, когда просто человек очень хороший. Это же не профессия. И когда он помогает животным, как, например, Татьяна Шаманаева, наш корреспондент, она очень любит собак. И вот следующий сюжет – это связан именно с ними. Выберите Амиго. Пес очень позитивный. Он ждет своего человека. Он будет вас любить всем сердцем. Звоните. Плюс семь девять семь восемь 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 шестьдесят три одиннадцать ноль три. Собаки. Единственное, нужно, чтобы любить собак, это призвание. И вообще, животные – это те существа, которые чувствуют нутро человека какими-то совершенно непонятными вибрисами, наверное. Своими вибрами души. Но мы показываем истории этих собак и очень надеемся, что они найдут, у хозяев они найдут тоже себе друзей. Поэтому присмотритесь к ним. Я знаю, что очень многие люди знакомятся и ищут себе друзей в пробках. Я предлагаю поговорить о пробках прямо сейчас. Даже так бывает. Бывает. И очень часто, когда люди стоят в пробках часами, разумеется, они начинают знакомиться друг с другом. И даже бывший мир Симферополя предлагал людям, которые стоят в пробках во время ремонта дорог центрального района, знакомиться и поднимать демографическую ситуацию в стране. Ну что же, давайте поговорим о пробках в Симферополе. Я хочу сказать, я уже три дня, так сказать, с понедельника по сегодняшний день наблюдаю с высоты птичьего полета за пробками в Симферополе в 9 часов, в час пик. И определенную тенденцию могу сказать. Вот сегодня среда, и такого не было. Допустим, даже вчера мы видим, что все центральные улицы города красного цвета. Я обращаю ваше внимание, два узловых пункта Симферополя. Это площадь имени Куйбышева и площадь Советская. И мы видим, что во все стороны красный цвет. Это означает, что движение по центральным улицам просто стоит. Вот улица Ленина, которая примыкает к площади Советской, она даже багрового цвета. То есть полная остановка автотранспорта. Красный цвет показывает о том, что движение есть, но слабое. Что же касается улицы проспекта Кирова, мы видим, что по направлению к Куйбышевскому кольцу от площади Советской движение абсолютно замерло. В обратную сторону какое-никакое, но есть. Давайте посмотрим теперь Караимская. Караимская желтого цвета. Это означает то, что движение по ней очень-очень сильно замедлено. Что же касается другого немаловажного симферопольского, скажем, симферопольской артерии. Это улицы Севастопольской. Она вот у нас такого фрагментарного строения. Мы видим элементы желтого цвета, где движение есть, но слабое. Элементы красного, в частности, на подъезде к площади Советской. И видим участки абсолютно красного цвета в районе центрального рынка. Что же касается большей части Севастопольской улицы, которая начинается, собственно, от начала города, она зеленая. И как раз на задворках, на окраинах Симферополя можно ездить абсолютно спокойно. В целом, ситуация по городу, мы видим, вот я совсем, так сказать, улетела почти в космос. И мы видим, что центр Симферополя красного цвета. Все стремятся люди на работу, опаздывают, спешат. А периферия зеленая. И в целом, если вы не сильно спешите, то можете объехать эти пробки по периферическим улицам. Такова обстановка на дорогах Симферополя. Саш, ну вот ты начал говорить об улицах. Мне бы хотелось к этому кое-что добавить, что сегодня в Симферополе пройдет капитальный ремонт одной из трансформаторных подстанций. Она коснется 10 улиц, они останутся без электричества. Частично будут отключены улицы Артиллерийская, Красноармейская, Малофонтанная, Миронова, 8 марта, Перевальная, Чехова, а также переулки Верхний, Кузнечный и Трудовой. Без света они пробудут с 8 утра до 5 вечера. Ну что ж, надеюсь, что свечи вам не пригодятся, дорогие симферопольцы, и вы в это время будете на работе. Ну а я предлагаю прямо сейчас выйти на улицу Симферополя с помощью наших мобильных средств связи. Прямо на улицах Симферополя находится наш мобильный корреспондент Ольга Литвиненко. Ольга, здравствуйте. Друзья, напомню, что сегодня 6 февраля, и в народе этот день называли Аксинья весноуказательница. Я тоже сегодня решила выйти в народ и узнать у жителей Симферополя и гостей города, как их начало февраля, как, собственно, погода. Вот, собственно, сегодня Евгений и расскажет о своих весенних впечатлениях. Евгений, доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, как вам начало февраля, как вам погода, и как это влияет на вашу работоспособность и ваше настроение. Здравствуйте. Погода, значит, погода приятно удивляет, очень тепленько, хорошо. Я, зиме, сухо. Хочется работать, творить, делать. То есть погода вас только вдохновляет? Ну да, сейчас солнышко выйдет, будет вообще тепло. Можно и отдохнуть после работы, пройти прогуляться, скажем так. И кто работает на улице, тоже очень хорошо и приятно. Евгений, спасибо. Давайте вместе пожелаем симпиропольцам, крымчанам продуктивного дня. Всем хорошего дня, господа. Выходите больше на улицу, пока погода способствует. Да, друзья, спасибо. Выходите больше на улицу и, собственно, отдыхайте, наслаждайтесь нашей крымской погодой. Студия вам слово. Спасибо, Оля. И какая же молодец наша коллега нашла с утра пораньше человека, которого погода не только вдохновляет на работу, она его радует. Это замечательно. Ну, к сожалению, стоит отметить, что погода такая продлится недолго. И в конце этой недели такие вот февральские теплые окна сменят холода. Обещают похолодание от нуля до минус 5 градусов ночью. Поэтому, дамы и господа, запасайтесь, пожалуйста. Доставайте пуховики, которые вы, наверное, уже успели спрятать. Они вам еще пригодятся. Шапки, варежки и все прочее. Ну, еще стоит добавить, что синоптики прогнозируют даже снег с дождем и гололедом. То есть зима снова возвращается. Она вспомнила, что она зима. Она возвращает свои права, и поэтому, конечно же, надо утепляться. Но, тем не менее, я хочу сказать, даже если будут морозы, последние несколько зим крымских, они патологически теплые. И неоднократно метеорологи замечали общее потепление климата Симферополя и Крыма в частности. Быть может, это элемент самого глобального потепления, которое грядет на всей планете. Вообще, самая холодная зима в Крыму за историю метеонаблюдений была в 1911 году. В феврале отмечалась температура до минус 27 градусов в центре города. Следует также заметить то, что в центре города температура всегда на 2-3 градуса теплее, чем на, скажем, периферии. Поэтому кому-то, кто живет в центре, больше повезло, и нужно меньше утепляться. Но все-таки в природе все циклично, и, как правило, раз в 100 лет, знаете, погода повторяется. Вот когда такие аномальные морозы. И, в принципе, несколько лет назад действительно зима была очень холодная, когда доходила до минус 20. Сейчас наслаждаемся тем, что тепло и не так холодно. Я считаю, минус 3 – это, на самом деле, почти весна. Это почти весна. Если бы все зимы в Симферополе были до минус 10, то, как я уже говорил, на улицах города росли бы пальмы, оливки и прочие экзотические растения. Но пока имеем то, что имеем. Но я предлагаю все равно не расстраиваться, потому что Крым даже с его зимой, который кому-то покажется холодный, а кому-то теплый, он прекрасен и привлекателен для туристов. И вот о том, что можно посмотреть даже зимой, наш следующий сюжет. Миллионами лет история Земли солоями откладывается глубоко в недрах. Человек нашел способ поднять ее наверх. Яркий тому пример – симферопольские карьеры. И вновь дорога оказалась отдельным маленьким приключением. С километр прямо, потом налево, и вот тупик. Приехали не туда. Пообщались с местными, они же помогли нам найти правильный путь. Но то, что мы увидели по месту, нельзя оставить без внимания. Добраться до карьеры не так просто. Казалось бы, путь нелегкий и дальний, но даже здесь человек умудрился оставить свои следы. Мы были буквально поражены, когда приехали сюда и увидели все это. Дежавю. Все это, к сожалению, мы уже видели. Разбитые стекла, пластиковые бутылки и автомобильные покрышки. Неотъемлемые элементы местного декора. Могучие хребты утопают в тонах полиэтилена. Первородный ландшафт будто бы спрятан под целлофановой вуалью. Что же, с этим карьером ничего не получилось, поэтому ни минуты не теряя, мы отправляемся к следующему. Здесь ситуация куда лучше. Гигантский котлован стоит почти нетронутый, в каком-то смысле чистый. Изредка можно наткнуться на следы шин грузовых автомобилей. Неудивительно, где-то за холмом шумят машины дробящие камень. По рассказам местных, именно из этих булыжников пленные немцы делали брусчатку, которая до сих пор сохранилась в некоторых частях города. История этих мест охватывает не одно поколение. Кто-то еще детьми бегал купаться в здешних озерах. Еще раньше тут не было и самих водоемов. Не обошлось здесь и без своего озера, затопленного карьера. Изначально работы начались здесь, но когда из-под земли хлынула вода, их пришлось прекратить. Монолиты в смиренном молчании сторожат вершину карьера. Кажется, они были тут всегда, еще задолго до того, как сюда ступила нога человека. Дух времени, буквально сжатого в породах земли, тихим шепотом поднимается вверх сквозь трещины. Древние монументальные плиты осколками прошлого торчат из поверхности земли. На некоторые из них при должной сноровке можно забраться. Это того стоит. Вид открывается потрясающий. Но и внизу есть на что посмотреть. Любителям геологии однозначно есть чем здесь заняться. Вдоль всего карьера разбросаны редкие камни и минералы. Проведя здесь какое-то время, немного отрываешься от реальности. Невольно задумываешься о времени и о том, насколько оно скоротечно. Все в этот мир приходит на мгновение, а увидает навсегда. Лишь этот спящий каменный пейзаж, кажется, простоит здесь вечно. Насколько же богат Крым природными красотами, что даже в окрестностях Симферополя встречаются настолько фантастические пейзажи. Повторяем в очередной раз. Не ленитесь изучать свой родной край. Ну а мы будем и дальше рассказывать вам о его самых интересных местах. К любому путешествию нужно хорошо подготовиться, но иногда бывает так, что вас просто не хватает времени или вы не знаете, где окажетесь сегодня вечером. Я знаю несколько продуктов, которые можно взять с собой и приобрести их можно на любой заправке или в магазине. И я вам о них расскажу. Что взять с собой в поход – целая наука. Раскладка, именно так называют план питания туристы, зависит от множества факторов. Виды путешествия, места его проведения, погоды, продолжительности и так далее. Самое главное правило – это помнить о том, что это все придется нести на своей спине. Так как мы отправились недалеко, мы взяли только самое необходимое. Обед в походе обычно больше похож на перекус. За полдня организм не успевает проголодаться слишком сильно. Чтобы не тратить время на разведение огня, подойдут бутерброды, консервы, овощи и другие холодные блюда. Также спасут в этой ситуации сухофрукты. В них высокая концентрация глюкозы, фруктозы, минералов и органических кислот. Магний и калий очень полезны для сердечно-сосудистой и нервной системы. А железо помогает нормализовать процесс кроветворения. Злаки очень долго перевариваются организмом, а клетчатка очень полезна для кишечника. Места такие хлебцы занимают в рюкзаке гораздо меньше, и, что немаловажно, портятся они гораздо дольше. Продукты, содержащие злаки, сложно назвать низкокалорийными, что в данном случае играет нам на руку. В злаках содержится протеин, необходимый для укрепления и восстановления тканей организма. Неповрежденные и переработанные зерна богаты витаминами В, Е и растительными белками. Употребление их в пищу снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 26%. В длительном походе пригодятся крупы, овощи, чай, специи и, конечно, вода. Лучше всего брать литровую пластиковую бутылку. Она не слишком тяжелая и понадобится, когда нужно будет набрать воду из источника. Такого объема воды будет явно недостаточно для дальнего похода, но есть одна хитрость. Если набрать из источника воду и добавить в нее всего пару капель йода, она станет безопасной для питья. Если вы собираетесь часто путешествовать, приобретите походный фильтр. Он вам точно пригодится. В походе мы тратим очень много энергии, поэтому нам придут на помощь углеводы. У нас есть шоколадный потончик, сытость которым приходит очень быстро, но пользы в нем маловато. И злаковые насыщение приходит позже, но и длится дольше. Ну и, конечно, самое главное, это помнить, что поход в первую очередь удовольствие, красивые пейзажи и общение с природой. Возьмите с собой хорошее настроение, тогда наслаждение от прогулки обеспечено. Как приятно, когда есть полезные советы, которые помогут справиться в той или иной жизненной ситуации. Спасибо нашим корреспондентам Алисе и Артему. И за замечательные сюжеты им тоже спасибо. Ну, а сейчас у нас на связи корреспонденты из новостной студии, которые должны рассказать о повестке сегодняшнего дня. Итак, есть ли они с нами на связи? Да. Дарья Скобеева, доброе утро. Здравствуйте, Дарья. Доброе утро, коллеги. Дарья, скажите, пожалуйста, давно ли вы были в последний раз в цирке? Ну да, довольно давно. На самом деле я не очень люблю цирк, еще с детства. Потом, как мне очень жалко животных. Есть такая точка зрения, сегодня мы ее тоже обсуждали. Дарья, что на повестке дня у вас? Как всегда, вы узнаете самые актуальные новости жизни полуострова. У обманутых дольщиков КСК строительства появилась надежда на возврат вложений. Есть ли решение у транспортной проблемы? В 10 крымских селах не налажено автобусное сообщение. А также слоны в открытом доступе. В Симферополе устроили публичный обед для экзотических гигантов. Об этом и не только наши информационные выпуски. В течение дня не переключайтесь. Спасибо большое. Спасибо большое, Дарья. Конечно же, вместе с вами будем следить за развитием событий. Ну а на этом мы завершаем наш утренний эфир. И благодарим за то, что вы были с нами и составили нам компанию. Мы с вами прощаемся и увидимся не совсем скоро. А завтра на вахту заступают Никита Крылов и Алиса Троян. До новых встреч, друзья. А сегодня с вами были Силья Салямова и Александр Ткачев. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok